ВЕДЬМАК 3 Ну что же, 14 серия, мы с вами находимся в доме барона, для непростого барона, а кровавого, и собственно он попросил нас об услуге за услугу. Но для начала давайте обшарим его покои, раз уж он ушел, оставив их тут без присмотра, почему бы собственно и не покопаться немножко так масла, бла-бла-бла, спасибо большое за обучение. Выберите масло с помощью, нажмите шпотребить выбор, затем укорите какой меч хотите смазать. Ну понятно, это все было в предыдущих частях, это мы все уже умеем. Но как-нибудь потом, давайте сначала почитаем вот это требование невгарцев, что же они требуют. Филипп Стрэнгер, твои проблемы со снабжением нас не интересуют, мы заключили договор на вполне определенных условиях, и от имени невгарской империи требуемых своих выполнения. В противном случае наши взаимные обязательства будут признаны действительными, а твои привилегии аннулированы с уважением Хавард Вар Моэхэн, полевой маршал, командующий армией Центр. Ну так-то, требования суровые у этого полевого маршала, что тут еще можно найти интересного? Неужели все? Неужели больше ничего? Только лишь требования. Давайте внимательно глядим, каждый угол, каждый мешок. О, ну а вот здесь что-то интересное, явно. Блин, а как-то попасть. То есть там либо что-то снизу лежит, либо какое-то под этими досками что-то есть, короче, определенно. Ну ладно, хрен, если нас пока Троя не пускает, значит пока нам Троя не нужно. Значит, давайте проследуем за бароном. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленья рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка говорит, а у этого оленя попа за стеной... Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часа нету? Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли! Вот, сука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Ну здорово. Не устраивай тут бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Хорошо, я постараюсь. Интересно, ты, однако, дверь открываешь как-то. Странно очень. Я начал подумал, что ты стучишь. Так, ладно. Деревянный подсвечник, ножка сломана. Ну вот и какая-то, хоть какая, но все же зацепка первая. Ножка у посвечника сломана. Давайте попутно тут еще немножко его обнесем, пожалуй, на чистое серебро-то. Грек, собственно, не воспользуется добротой барона, да и не забрать у него кое-какие сокровища из спальни. Я понимаю, что это не совсем правильно, но абсолютно плевать нахотел на это. Золотое кольцо, жемчужина, сейбренный подсвечник и шкатулочка тоже, пожалуй, отправятся в наши карманы. Так. Еще одно золотое кольцо, еще одна жемчужина, сейбренный подсвечник и еще какая-то шляпа. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Ну, похоже на то. Так, ладно. Смотрим дальше. Барон и его жена. Выглядят счастливыми. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны. Здесь правда интересно. Давайте посмотрим. Какой-то шкаф. Так, интересно. Похоже, это деревяшка-ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Хм. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу еще следы. Так, здорово. Как же интересно, стража-то я не слышала, что здесь драка была. Свежие цветы. Он что надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Ну, видимо, да. Видимо, их правда на это надеется и пока не отчаянется. Смотри, какие-то царапины. Глубокие выщерблены. Должно быть, били чем-то тяжелым. Так, хорошо. Что еще мы тут можем найти интересного? Я пока больше не вижу, честно говоря, никаких следов. Хотя вот тут что-то на полу еще есть. Что я сразу не заметил. Словный подсвечник, пятна от вина, кто-то разбил бутылку. Эрвелюс из Тусэнта. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? Давайте поищем. Угу. Так. Так. А у тебя седой тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Да нет, так-то, как по рюмашке пропустил с бандосами местными. Не более того. Черт, след обрывается. Можно поискать здесь что-нибудь еще. Талисман, надо же. Магический предмет. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Ну, не знаю, по-моему, тут еще много различных комнат осталось. Которые я бы с удовольствием обшарил. Сюда, интересно, можно мне войти? Да, смотри-ка-то и вправду можно. Здорово. Очень даже здорово. Давайте сначала посмотрим, что у нас тут есть. Очевидное золотое колечко. В общем, блин, мы тут просто обогатимся сейчас. Ржавый ключ. Сосуд для благовоний. И старый ключ. Интересно, что за дверь он открывает? Анис, сандал. И что-то еще. Шафран? Здание дополнено. Используемое щитонок. Есть что-нибудь запаха. Так, письмо к Тамаре. Вот это тоже интересно. Давайте прочтем его сразу. Рюкзак. Так, письмо к Тамаре. Мы как одна семья поддерживаем друг друга и помогаем друг другу пережить тяжелые времена, справиться с прошлым, ибо у каждого из нас есть свое прошлое. Стоит ли копаться в чужом? У нас правила, мы не спрашиваем больше, чем человек сам и себе хочет поведать. Прошлое для нас не имеет значения, только будущее, в котором мы намерены бороться со злом и несправедливостью, с противоестественными и отвратительными практиками. Интересно, кто же автор этого письма? Так, а вот, кстати, след шел сюда, получается. Правильно? Как раз-таки, вот мы, собственно, нашли источник этого следа в этом сундуке. Хорошо, но что-то еще есть в этих комнатах. Давайте осмотримся дальше. Ну, как минимум, сундучок, наверняка, с ценностями. Хотя нет, не особо. Кукол да конфеты. Видимо, это спальня дочери. А это что? Гасим свет. Так, ну давай, Геральт. Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Офигеть. Девочка-то, оказывается, чем занималась. Да уж. Еще и магия вода во всем там замешана. В общем, интересное получается у нас расследование, друзья. Очень даже интересное. Ну что, давайте поболтаем с бароном о том, что мы нашли. Так точно. Я нашел куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии. Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Да я ее сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет пять. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту, Трис Миригольд. И сказала, что хочет куклу. Ну, как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Но я взял и сам сделал ей эту игрушку. Офигеть. А, так это Трис. Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда? Время ее порядком потрепало, но она все с ничего. Если у тебя с нильфгаарцами ничего не выйдет, ты всегда сможешь стать кукольником. В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? О чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не... Не знаю я ничего об этом. В ту ночь я... Я пьян был и ничего не помню ей. Я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Так. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь? Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты. Ну, может, и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вином везде несет. Узнаешь этот медальон? Хм. Да, Анетта носила его в последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародеки или ворожей? Ворожей есть. Старый чудила. Живет недалеко от больших сучьев. Вы колдунью еще есть в подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим ворожаем. Только имея в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца Сетирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальонах. Да, мило. Очень мило. Старанчик накатил. Водки у тебя, чем-то нету? Так, ну что же, интересно. Следы борьбы. Черная магия. Замешана во всем этом. А еще интересно, что получается, подсвечник она взяла отсюда, с этого стола, правильно. И кинула туда, в ту сторону. Но там же никаких дверей нету. А нападавший был там. Откуда он мог здесь взяться? Заранее прийти и сесть в этот шкаф? Или же... Или же хрен его знает. Даже я не знаю. Ладно. В любом случае нам будет больше делать нечего. Первый параемся к выражею, либо колдуне в подлесе. У нас как раз в подлесе там какой-то квест был второстепенный. Можно, в принципе, попробовать убить двух зайцев одним выстрелом. То есть пойти туда по основной сиротной линии и заодно попутно выполнить второстепенный квест. Ну, для начала я хотел бы тут все еще раз обыскать. Так, это покои барона. Мы уже тут все обшарили. А вот ниже сейчас опуститься на самом деле хочется. Опять-таки след как раз идет именно вниз. Может, какие-то подробности получится выяснить. Давайте попробуем. Эээ, выпускаю рода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди его. Так, в ту дверь. Хорошо, туда мы еще успеем сходить. Давайте для начала посмотрим, что у нас здесь. Один раз так набрался, что из ушей кровь пошла. Пожалуй, хватит тебе бухать. Братья у меня, так что спирт его я забираю. И свет тебе погашу. Спокойной ночи. У тебя надо проспаться определенно. Так, ладно, здорово. А что у нас с той стороны? Про какого рода они говорят? Урод спит, выпускаю урода. Так, фиалу. Мы возьмем. Стоп, что там еще можно было взять? Алхимический порошок. Замечательно. Так, пустая бутылка. Пустая бутылка. Воу-лоу. Офига ты, как скачешь-то. И сломанные грабли. Великолепно. Две штуки сломанная. Грабель. Так, короче, забираем. Весь этот хлам. Ему явно не к чему. Мы продадим в любом случае потом. Давай взять краснодорский спирт. Замечательно. Спирт это хорошо. Вообще прекрасно. Напомню просто, что на основе спирта именно делаются различные всякие эликсиры. Поэтому, в принципе, спирт нам явно не порудит. Да еще в таких количествах. А стоит он довольно дорого. Если не ошибаюсь. Так, ну что, все здесь получается? Еще одна бочка осталась. Даже две. Но их почему-то я не обыскать нифига. А нет, вот только что можно было. Да блин. Взять. Хорошо. Ну и последний, видимо, нам будет недоступен. Ладно, не очень-то и хотелось, в общем-то. Давайте поглядим, что у нас здесь. Закрыто. Нужен ключ. Так, а что если попробовать вот так? Явно не сработало, к сожалению. Да, так не получается. Без ключа нам тут делать нечего. Мы, правда, какой-то жавый ключик-то нашли, я помню. Но он что-то фиг его знает. Видимо, не отсюда. Сюда, видимо, он не подходит, к сожалению. Да. Ммм, блин, где же его тогда искать, интересно? Что такое, пледный ты, как говно овсяное? Ну, себя посмотри. Так, может быть, что-то тут мы выпускаем? Блевать или не блевать? Вот в чем... Ммм, да. Милое зрелище. Ладно, ключа пока не видим, да и хрен с ним. Главное, что след идет дальше туда. Куда-то в ту сторону. Там мы, пожалуй, и пойдем. Угу. Тут у нас еще куча всего интересного. Ну что же. Ну, шлям масла. Так, свеча нас мало интересует. Дратва. Шкура белого медведя. Кружка. Гниющее мясо. Замечательно. Просто подсвечник. Кружка еще одна. Веревка. Уголь. Уголь. Алхимический порошок. Еще один. И еще один. И еще. Парочка. Неплохо. Очень даже неплохо. Так. Ну, вроде как правильно идем по следу. Подожди. Еще пару мешков осталось. Алхимический порошок. Алхимический порошок. Блин, еще. Только что же можно было взять. Давай. Да, господи боже. Упор от этой системы наведения. Еще в второй части была упор от. А и тут эта болячка также осталась. Не знаю. Может, на ПК, конечно, проще с мышкой. Но вот на геймпаде именно этот момент реализован очень хреново. Так. Отлично. Ну, вот и ключик подошел. А кто-то там пьяный храпит до сих пор. Сейчас посмотрим, кто. Сейчас только по-быстрому обыщем бочки. Так, так, так. Замечательно. Нифига себе. Вот это место, однако. Алтарь? Выходит, вечный огонь добрался уже и до Велина. Нафигеть. Молитва. Давайте почитаем. Что за молитва? О, вечный огонь, озаряющий душ и дающий свет. Согрей нас теплом твоим. Суши слезы наши. Испепели врагов наших. Окружи друзей наших заботой твоей. Пошли здоровье матери моей. Накажи отца моего. Помоги мне исполнить то, что предназначено. Вот так-то. Дочка-то непростая. Явно какая-то колдунья. Так, ладно. Это интересно. Может быть стоит рак-барона вернуться? Рассказать ему про алтарь? Он-то наверняка про него ничего не знал. Давайте попробуем. Может быть и что-то получится. Так, побежали обратно. Возможно ли кто-то должен быть там, в своих покоях. Сыграем в гвинт. Да нет. Нет такого диалога. Ладно, давайте с утра просто пообщаемся с ним еще немножко. Я вот все думаю. Зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? Да, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Тимерии нет. А значит и предавать нечего. Здешний нильфгардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Мы перебью этих, тут же придут следующие. Следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что я в жопе дырка. Интересное сравнение. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Врониц, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да, местный владетель от черных сбежал и Вроницы просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщины всюду мерещатся. Чары, ведьмы, дьяволы и херов знает, что еще. Так, ну понятно, ладно. Прощай. А дочка-то, кажется, была одной из веленских ведьм. По крайней мере, это пока что очень похоже. Алтари, поклонения огню. Какие-то молитвы. Притом про наказание папаши. И, собственно, куклы Вуду. Интересно, интересно. Ладно, выходим, наверное. Тут мы по идее уже все осмотрели. Что это за помещение вообще, кстати? Так, ну вырвать у него за спиной, я думаю, что не самая лучшая идея. Потому что, когда он стоит, надо оттачивать большой свой меч. Лучше просто пройти дальше. Давайте вот эти пару помещений еще осмотрим. Оставшихся. Может, тоже что-то интересное у нас скребем. Ну информацию какую-то новую вряд ли. Я имею в виду какие-то предметы, может быть, полезные на продажу. Например, еще немножко алхимического порошка. Какой-то слиток ценный, вроде как. Окей. Ой, так это же ты. Привет, Гретка. Ты Гретка? Я. А ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь. Значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Другу? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А Барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала. Но он сказал, что я маленькая и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты. Красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Но иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Молодец какая. Хозяйственная девчушка хорошая. Ну что же, здорово. Здорово. Так, ладно, в этой комнате не будем при ней воровать вещи. Я думаю, что это не лучшая идея. Давайте просто отсюда уйдем. Жалко, что не получилось узнать у нас подробности о том, куда поехала Цири. Все-таки придется помогать Барону, потому что он единственный человек, кто может нам рассказать хотя бы что-то об этом, да? В какую сторону, в каком направлении она выдвинулась. Значит, здесь ночевала Цири. А вот и комната Цири. Это интересно. Не зря я сюда пошел. Так, давайте посмотрим. Молчок. Вряд ли им играла Цири. А вот грядка... Так. Задание дополнено. Комната Цири. Осмотреть комнату, в которой жила Цири, используя ведьмачье житье. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Вещи побросала. Неясная природа проклятий. Неясная природа проклятий. Лидия Ван Бредеворд. Откуда у нее такое? Так. Давайте посмотрим. Что пишет в этой книжке. Подожди. Какого черта конфета? Письмо от Енифера. А где, собственно, сама эта неясная природа проклятий? Может, есть ли это дальше? Талисман, благовоние, волчок. Да, вот она. Давайте посчитаем. Моим дорогим друзьям Филиппу Иоанне от графа Длеа Гевра, министра культуры королевства Тимирии, Визима, 2005 год. Весьма ошибаются те, кто считает, что проклятие – исключительное проявление злой воли одного существа, направленное против другого. Удивительно часто происходят случаи преднамеренного наложения проклятия на самого себя или на находящиеся по близости недошвленные предметы. Последствия подобных происшествий трудно предугадать. Но что это приводит даже к смерти существ, находящихся под действием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами? Вот почему крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий. Мадам Амелия, враг Рус Леон, рекомендует как минимум следующее – очиститься от негативных мыслей, стремясь к полному единству с миром и гармонией тела и разума. С посвящением барону и его жене. Кажется, у них в Визиме были высокопоставленные знакомые. Так, ну что же, интересно, теперь давайте пойдем еще раз к Гретке. Пойти в кухню и погодить с Греткой. Греткой. Это не твоя? Волчок, где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что я пришлась уехать. Так, ну что же, ладно Спасибо Да-да, я помню, ты помогаешь И на мыте времени... Конечно, убью На мыте времени выполнили второстепенный квест Было довольно интересно Найти ведьму самостоятельно и спасите о ней жителей Подлесия Так, давайте посмотрим, какие задания у нас есть сейчас на данный момент Так, по следам Цири Выяснить не в Вели, не Цири Выяснить не на Веграде или Цири Выяснить не на Скелеге или Цири Уровень сложности заданий Некоторые задания могут показаться слишком сложным Рекомендуемые для прохождения задания уровень персонажа, указанным рядом с заданием С названием, точнее Достигнув этого уровня, ваш герой будет готов в 200 заданиях до конца Так, множество мест У меня уровень пока что четвертый Понятно Находы на ведьму, рекомендуемый уровень 5 Найти ведьму самостоятельно и распространение жителей Подлесия Дела семейные, уровень 6 Найти хату рожая Костры на Веграде, уровень 10 Нифига себе на Скелеге, уровень 16 Дополнительное задание Погребальные костры, Дикое сердце Собрать полную коллекцию карт Игра с кочмарями Давайте пока что выполним какие-то второстепенные квесты Например, вот этот 3 уровень Погребальные костры На нищенних землях герой принял заказ ожить савечного огня Ведьмаку нужно было сжечь тела павших в недавней битве Чтобы их не сожжали трупоеды Найти ожище тела, ожище едно в ямах На поле битвы 0 из 3 Довольно-таки простой квест Я думаю, что мы легко выполним И тем самым немножко отличаемся от сюжетной линии Потому что она, конечно, очень интересная и классная Но... Ух ты, ёпперный кротовод Кто-то прыгнул-то, конечно, так прыгнул Так, пожалуй, я помедитирую часик, наверное Медитация Один час Да, блин Ладно, не важно Да, господи-то, боже мой Давай Алкогест Чтобы пополнить химические припасы Не знаю, что это В общем, ладно, не важно Так, хорошо Ехать довольно далеко Мне в обратную сторону Так что давайте, наверное, сюда выберемся И потом, собственно, поедем На лошади Только сначала еще можно воспользоваться Использовать специальные выстаки Чтобы на время улучшить доспехи Увеличив параметры брони Крутяк Ваши вещи были улучшены Доспех был улучшен Так, все-таки у нас есть Для мечей Тачила Здорово Ну, как минимум Покажи мне свои товары Я хочу посмотреть твои товары Так Посмотрим Что у тебя есть интересного Набор ученика-бронника Ну, пока не особо интересует Чистое серебро Бла-бла-бла Сделай сам Солдат, береги меч Так, броня Ну, вот это интересно Плюс 9 Сколько стоит? 396 Можно, в принципе, даже прикупить На сколько она лучше моей? На 9 аж даже Сопротивление колющим ударом Сопротивление ударного урона Сопротивление рубящим ударом То есть именно такая Против людей сражаться Хорошо Неплохо, неплохо Так, пчатки такие же, как у меня По уровню Штаны хуже Сапоги хуже Ну, что же В принципе, я думаю, что мы надо Купим Но попозже Давайте сначала посмотрим Ремесло Что нам можно сделать Интересного Так, различные компоненты Меня мало интересует Чертеж Шелка Мусор Охотничьих штанов Чертеж Что не хватает? Не хватает Обрезков кожи И Дратвы Дратвы мы можем сделать При этом Обрезки кожи Я уверен, что тоже Давайте сразу сделаем Такие штанишки Потому что они Очень даже неплохи Ну, лучше Моих, по крайней мере На один Как минимум И признают сейчас Противление Различным ударам Так, хорошо Значит, нужен тогда Получается Холст Дратва И Что там еще? Дратвы нужно две Обрезки Обрезки кожи Хорошо Поехали Холст мы сделать Не можем К сожалению Зато Можем сделать Дратвы Точно Я в этом уверен Я там видел Обрезки кожи Не хватает нам Кожи Придется покупать Дратвы нужно две Так Замечательно Если у тебя кожа Обрезки есть Уже даже готовые Есть Так Не помню Сколько нужно Наверное Одного Хватит Так Шелк И Холст Холст Сколько нужно Холстов Не помню Давайте Возьмем Пока два Допустим Так Разобрать Убрать Починить Ремесло Так Смотрим Охотничьи штаны Замечательно Просто прекрасно Так Ну что же Здорово Теперь давайте Починим Еще и к тому же То что у нас В снаряжении Находится То есть Наши мечи Именно Остальное Чинить не будем Доспехи тоже Чинить Не имеет никакого Смысла Потому что мы Сейчас купим Лучше Так что Починим Только перчатки Пожалуй Так И Штаны Те что В снаряжении Охотничья Семь И семь А в чем Трава Прикол Я сделал Только штаны Какие-то И что Ладно Фиг с ним Так Сапоги Надо починить Еще Пожалуй Великолепно Ну остальное Может первым Продать Так Лавка Получается Лавка Давайте посмотрим Вот они Граня восемь То есть Те штаны Зря я чинил Совершенно Бесполезное Было занятие Ладно Продаем пока Ум мечи Денег у него Немерено Почти тысяча Продаем ему Элегантные Всякие Дублеты Охотничьи штаны Продаем Посмотрим Что еще у нас есть На продажу Так Чистое серебро Неплохо Остальное К сожалению Не берет Квестовый предмет Естественно Продавать не будем Но в принципе Все Наверное 607 Я думаю Что нам хватит Остальное пока Оставим себе Вдруг пригодится В хозяйстве Так Да Хватает Естественно Еще и состояние Стопроцентное У него Здорово Так Я ищу кого-нибудь Кто возьмется Изготовить доспехи Очень хорошие доспехи Ну что ж Я делаю доспехи Уже 20 лет И надо сказать Кое-чего В этом деле Достиг Ну да Не обращай На нее Внимание Последнее время Она всюду Сует свой нос Ну так Что ж За доспех Тебе нужен Легкий Прочный Чтобы не сковывал Движение И чтобы надевать Его без посторонней помощи Ха-ха Что еще Может он еще И чистить Сам себя должен И гузно Тебе подтирать Достаточно Чтобы он был Удобный Прочный И легкий Послушай С доспехами Вот какое дело Если он прочный То не может Быть легким Может Если есть Правильные инструменты Такие как У клана Тордорох На Ундвике Иоанна Ты обещала Не вмешиваться Когда я Разговариваю С клиентами Не морочь Людям голову Этими своими Скеллигскими сказочками Это не сказка Мой дед Плавал на Ундвик За панцирями Потому что Люди из клана Тордорох Делали самые лучшие Как было До недавних пор Но с год назад Остров разорил великан Люди бежали Или погибли Но кузни-то Думаю До сих пор там Проверить стоит Если я найду Эти инструменты Вы сделаете Для меня панцирь? Да Тогда да Но только тогда Так Ну что же Это интересно Что нибудь еще Об этой кузне Известно? Говорят Она была В какой-то пещере На северной стороне Острова Если я окажусь На скеллиге Попробую найти Эти инструменты Будьте здоровы Будьте здоровы Еще один квест Здорово Так Но это еще не все Давайте теперь еще Переоденемся А потом продадим ему Собственно Различные всякие вещи Наши Ненужные Так Замечательно Неплохая такая броня Хотя выглядит Конечно Как какой-то Старый ватник Но тем не менее И штанишки новые Чуть получше моих Чем могу служить? Поторгуем мы с тобой Немножко давай Я хочу посмотреть Твои товары Гвинт меня не особо Интересует Продать тебе мою броню Это с удовольствием 36 и 16 Ну что ж Хотя бы так Так Денег у него Конечно Немерено Бывай Бывай Ну что же Прекрасно Предлагаю Травед здесь Закончить А в следующей серии Отправляться На второстепенные Задания Сжигать эти Тела на полях Битвы Да может Чем еще Интересным Займемся По дороге Может Каких приключений Найдем В этом я Собственно Не соневаюсь Надеюсь Что вам понравилось Подписывайтесь на канал Кто до сих пор Ставьте лайки И конечно же Не забывайте Про комментарии Но для вас Играл Комментирую Валдай Это была игра Ведьмак 3 На канале Эпик Тайп До новых встреч Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok